У нас долгожданная встреча с представителем кадрового агентства, агентства по трудоустройству из Польши. Зовут моего собеседника Вячеслав. И сейчас я буду задавать Вячеславу вопросы. Вячеслав, привет, как нас слышно? Всё отлично, всем привет. Рад также встрече. Вячеслав, очень большое количество людей обращаются к нам из разных стран СНГ с вопросом, как поехать на работу в Польшу. Что для этого нужно и какие правила, какие условия? Расскажешь? Да, расскажу. На сегодняшний день достаточно большое количество желающих приехать в Польшу, так как Польша упростила рынок труда, она дала возможность зарабатывать Украине, Белоруссии и России. То есть для того, чтобы приехать гражданам этих стран, достаточно просто получить рабочее приглашение, открыть у себя визу и приехать на работу. Работы здесь достаточно большое количество. Польша развивается большими темпами экономически. То есть здесь можно работать как квалифицированному сотруднику по профессии, либо можно также зарабатывать человеку, который без опыта труда и без знания языка. Достаточно много есть. Я буду немножко останавливать, чтобы мы не возвращались. Я услышал три страны. Россия, Белоруссия, Украина. Что по остальным странам, например, по Средней Азии? По Средней Азии можно только получить годовое воеводское приглашение. Оно высылается только квалифицированным специалистам. Ну, либо те, кто хотят, ну, большое желание... Для Украины, для Белоруссии все подряд, а для Средней Азии только квалифицированные. То есть это что-то такое с высшим образованием, да? Да, да. Либо так. В основном это постройки. Ну, вот такого... Инженеры, да, наверное? Да, да. Окей. Вопрос следующий. Нужно ли знать польский язык для получения рабочей визы? Нет, не нужно. Достаточно только иметь желание. Но перед приездом я, конечно, всем советую хотя бы пару слов подучить, чтобы было легче адаптироваться. А так не требуется язык. Понятно. Нужно ли ехать в консульство Польши в своей стране для того, чтобы пройти собеседование с консулом на получение визы? Нет, у них там немножко всё проще. Для Азии, для стран Азии, то да, у них там надо проходить собеседование. Они у них спрашивают, куда вы едете, к кому, знаете язык или нет. А не для Азии? Не для Азии? Не для Азии, нет. Не надо достаточно просто собрать необходимый пакет документов, подать в окошечко и через неделю получить свою визу. Следующий вопрос. Нужно ли наличие гарантированного работодателя в Польше? Или это просто делается какой-то временный работодатель, а потом ты приезжаешь и можешь работать, где хочешь? В любом случае, по открытию визы она не привязывает к работодателю. Поэтому каждый человек, который открывает визу, по приезду может не понравиться работа, не понравятся условия, и он может спокойно менять себе работодателя. Хорошо. На какой срок выдается эта виза? Виза выдается на полгода. Потом её можно продлевать, не выезжая из Польши? Тут есть пару вариантов. Значит, первый вариант — можно остаться непосредственно в самой Польше и податься на карту побота, на вид на жительство по работе. Либо же можно получить приглашение дополнительное, здесь делается по истечению срока полугодового, поехать домой, открыть опять визу и вернуться. Ну, каждый выбирает, а как ему удобно. Окей, услышал, услышал о вариантах. Следующий вопрос. Какие есть работы в Польше? Ну, каких-то там 10 специальностей и примерные зарплаты в месяц. Если в долларах, либо в евро, потому что в злотах мы не ориентируемся. Ну вот на сегодняшний день, если, допустим, человек приезжает без знания языка, без опыта работы, вообще как бы, да, там, был у себя офисным сотрудником и захотел что-то поменять, то на складах, допустим, самая элементарная работа, упаковка, там, товара, это будет в среднем 800 долларов уже чистыми на руки. Это при том, что человек уже оплачен за жильё, за проезд, ну, как бы, за всё, что необходимо, с высчетами всех налогов и так далее. Подожди, то есть это уже вообще как бы с высчетом жилья? Да, да, да. Это очень хорошо. Ну, в том, что человек приезжает, ну, тут опять-таки надо понимать, что он приехал и он работает, да, то есть каждый день работа, в среднем это 12 часов 10. Ну, если приехали и захотели что-то поменять и как бы не заразить денег, да, то в среднем 700 долларов люди получают, ну, там, плюс-минус. Есть также квалифицированные специальности, если человек там по стройке умеет, да, там, либо он повар, то здесь можно и полторы тысячи получать. Всё зависит от опыта, всё зависит от того, что он умеет. Хорошо. По поводу семьи. Например, мужчина едет там, работает на стройке, жена тоже получает рабочую визу? Дело в том, что если мужу открывают визу, то она тоже может как по объединению с семьёй и с детьми выехать сюда. Но для того, чтобы детей, то необходимо ещё им иметь справка либо выписка с садика, да, о том, что они там приняты, либо со школы. Ну, на основании вот этого всего можно приезжать с семьёй, и в дальнейшем по объединению семьи от работодателя он может подать на вид на жительство и объединить семью. То есть вы это организовываете, я так понимаю? Да, мы помогаем, сопровождаем, консультируем. Наши юристы уже достаточно опытные в этом направлении. Хорошо. А ты живёшь в каком городе? Я живу в Варшаве. В Варшаве. Хорошо. Ещё вопрос. Не раз уже встречался, мы же Америкой занимаемся, это основной наш бизнес. И вот занимались сейчас, продолжаем заниматься, ну и добавили ещё у нас несколько государств, уже порядка 15 стран. И вот вопросы, которые, получение американской визы. Многие используют Польшу как такой плацдарм для получения визы, потому что когда у тебя есть там вид на жительство в Польше или там рабочая виза в Польше, то проще получить визу американскую. Ты подтверждаешь это тоже? Да, я это подтверждаю. Почему? Потому что на собственном опыте. Что вам сказать? Люди, которые приезжают в Польшу, они здесь получают ПМЖ, допустим, они проходят какие-то трудности. И уже когда проходят собеседование на получение визы, все понимают, что нет смысла ему уезжать, он здесь и так уже неплохо обустроился. Зачем ему менять там, грубо говоря, что он намыл? Он все, наверное, консул понимает. Консул, да, да. Но как бы проблем нету, все... Ты получил визу уже в Польше американскую? Да, я получил. Я могу привести таких тоже еще десятков примеров, включая там нашу одну сотрудницу, которая у нас в офисе вот работает на втором паспорте, Наташа, которая ей отказали в визе в Украине, она поехала в Польшу, получила вид на жительство, спокойно с первого раза получила визу в Америку и переехала. То есть тут уже вы сами решаете, либо вы в Польшу остаетесь, либо вы в Америку двигаетесь, либо в другие страны, Канаду и так далее. Хорошо, это важный момент. Я хотел бы просто, чтобы от тебя это тоже услышать. Следующий вопрос. Про вид на жительство мы начали говорить. Что дает вид на жительство? Насколько он дается? Какие-то привилегии? Ну, вид на жительство дается от года до трех лет. Все зависит от того, на какой срок подписывается контракт с работодателем, так как в основном большинство случаев это все от работы зависит. Какие привилегии? Значит, ну это свободное перемещение по Европейскому Союзу. Через пять лет, проживши в Польше, вы получаете уже карту поляка, то есть ПМЖ, да? И дает возможность, скажем так, в дальнейшем получать здесь кредиты и быть полноправным гражданином Европейского Союза. То есть большинство из своих клиентов, которые приехали по рабочей визе, они все равно потом идут на ПМЖ, да? Ну да, они понимают, что здесь поинтереснее, здесь можно лучше жить. И сейчас достаточно большое количество остается на ПМЖ. То есть за прошлый год, в 2017 году, было в первой половине 89 тысяч заявок только. Это рекорды бьют просто с каждым годом все больше и больше. Это на 48% больше, чем в 2016, и на 89% чем в 2015. С каждым годом как бы растет... Серьезная статистика. А что, поляки сами не хотят работать на этих работах? Почему? Ну, это рынок дальше, Германия, Голландия, они, в принципе, приезжают... Поляки едут в Германию, а украинцы едут в Польшу. Ну, да, в Украину, в Белоруссии очень много людей приезжают. Поэтому, в принципе, экономика сейчас тут на большом, скажем так, подъеме. С каждым годом она все больше и больше растет, они требуют рабочую силу. Ну и, соответственно, уровень жизни намного выше, чем... Слышал, ну... Ну, и давай подытожим последний вопрос. Вот я, например, там живу в Украине. Хочу переехать в Польшу по рабочей визе. Через сколько фактически будут подготовлены документы и когда можно приехать и начать работать? Ну, на сегодняшний день в течение двух недель мы готовим документ рабочий, который высылаем потом в Украину. И там все зависит от того, какие очередя у консула. Ну, это все занимает месяц. Месяц даже. Да, месяц с подготовками приглашения, со всеми заполнением анкеты и открытием визы. Месяц. Хорошо. Окей. В принципе, первичная информация получена. Я сейчас хочу обратиться к нашим зрителям. В комментариях под видео пишите новые вопросы, и мы еще раз с Вячеславом запишем видео, уже будут ответы на ваши вопросы. Если вы хотите переехать в Польшу по рабочей визе, либо переехать на временный вид, получить временный вид на жительство по ВМЖ, вы можете также к нам обращаться по нашим телефонам, которые указаны на сайте «Второй паспорт» и здесь под видео. И мы вам организуем уже персональную консультацию с Вячеславом. Мы в компании три года. Он работает, профессионал своего дела, и вот у нас уже первые клиенты для него пошли. Поэтому хотелось бы, конечно, потом, когда они получат визу, может быть, видео с ними записать. Лучшая реклама будет. Спасибо большое. Ура, знакомство. Спасибо. До новых встреч. До свидания. Па.